Уже солнышко, уже все неплохо смотрю. Мы правда выйдем и офигеем от того, как, скорее всего, сильный ветер и холодный. Уже я оставлю... Ужасные страхи? Ужасные. Да, да, но я уберу, я уберу, когда придем домой. Мы просто очень спешим. Ладно, я поняла с первого. Короче, девочки, такой классный у нас. Я увольняю тебя. Ты уволен с должностями. Мы поняли, боже мой. Вот так я вижу некоторых актеров. Таким, пожалуйста, поснимайте меня. Я буду отвечать очень громко. Короче, да, это вот у нас такой любовный стенд. Значит, это прекрасный обзор на квартиру. Есть Майя Роман Тихонович. Прекрасный лоток. Я слишком долго его снимала, жутко затянулась. Я вообще хотела обувь показать. Мне все говорят, что классный обувь. Всего стоил 24 евро. Я, кстати... 124 евро. Да, я первое время, короче, ну, у меня такая тактика, значит, как сказать, чтобы становиться ближе к людям, потому что это очень сложно. Я всегда им говорила, что вот, ай, типа, спасибо, а это стоит 24 всего евро. Но мне столько людей стали говорить про эти кроссовки, что я перестала это упоминать. Я еще лаберись тут. Это болитяга. Я здесь. Оператор так видит. Съемка с Рэнтии на фраза. Так, девочки, стилем мы шапочку надеваем, потому что там ветерок очень сильный. Я надеваю максимально кринжовый беретик. Мне нравится, выглядит как шапочка, очень смешно. Парашу возьми еще. Ай, бала. Минус x парни постоянно указывают на свой мусор. Мне брать этот мусор? Конечно. Задумайтесь. И камеры держи еще. И камеры, и мусор боже, все сразу. Сейчас я защиту уберу. Ну защита. Сейчас вы будете... Это наш охранник. Это наш охранник. Вместе с Кобегулей взяли, кстати. Вон она, вон она. Видите, бутылочки отдельно. Надо перерабатывать, заботиться о природе. Да, Гретта Тунберг улетает. Гретта Тунберг опять улетает. Сейчас улетает ветер 40 км в час. Рассказываю в полной мере историю, которую я уже ровно утром рассказывала. Я собиралась снимать сегодня влог. Такой, girly style. Я смотрю вниз, потому что у нас очень опасная лестница, поэтому извините, не будет eye contact. Вот тут дверь в стиле Ван Гога Ромс. Сфоткай меня. Он лично приезжал сюда еще. Живет там не Ван Гога. Живет там Мухаммад. Кстати, я вот вчера думала написать в твиттере, почему всех арабских парней зовут Мухаммед, но потом подумала, что не стоит. Не стоит это делать. Просто, блин, реально такое ощущение. Так тепло. Ой, тепло здесь. Реально тепло. Ну, ветерок, конечно, есть. Но такой, какой-то весенний вайп. У меня уже весеннее настроение. Так вот, да. Ну, блин. Ну, не шуми, пожалуйста. Короче, да. В чем история? Я проснулась. Мало того, что я хотела... Сможешь мне открыть мусорник? Твою настоящую работу сделать. Спасибо. Да, я встала. Отлично. Есть Рудуя специально. Но он теплый. Да. Но я встала сегодня пораньше. Мало того, что камеру не зарядила, а вторую батарею поставила. Я думала, ладно, сниму, типа, вот. Больше свободного. Здравствуйте, погода. Ой, девчонки, прекрасные. Я не зашла, говорю, девчонки, теперь. Осознаю, кто будет смотреть это видео. Я собиралась показать, как я снимаю бикуди. У меня появились красивенные пудри. Но... Вчера я сделала бикуди на мокрые волосы. И это был эпик фейл. Короче, не получилось видео с самого утра. Куда мы сейчас идем, Роман? В метро. Согласна, мы идем в метро. Почему он на красный пройдет? Зачем следовать каким-то правилам в жизни, которые общество нам навязывает? Когда можно просто... Да, когда можно жить по своим правилам. Постоянно так становишься, и тебя хочется снимать. Ой, люди идут. Но я начинаю стесняться. Снизу снимаешь. Выглядит так, что мы не скажем. Так и есть. А, я хотела рассказать про эту историю, которая со мной произошла в метро. То, что мы ездим в метро. У меня голова. Что? Ничего, продолжай. Да, короче, я недавно ехала вот прямо на этом же поясе, на этой же ветке. И я не видела, как это произошло. Но суть в том, что чел попытался украсть кошелек, либо он украл кошелек у кого-то. Я же свой проверил. Такое, типа, что происходит. Я вообще не понимала, что происходит. Я держалась за поручень. И эта вся потасовка происходила прямо передо мной. Меня немного прижали. Пальчики прижали. Ну, сорвали. Я пострадала. Может, кому-то интересно это. Ну, короче, да, суть в том, что прямо передо мной два парня, которые были одеты, как обычные гражданские люди, заломали убора. Ну, не буду... Заломали те пальчики. Заломали мне пальчики, да. Это приятные ребята. Я бы не знала, что ни с того, что это полицейские. Не знаю, выглядели обычно. Ну, видимо, в обычной одежде все так выглядят. Бедный азиат парень вообще не понимал, что происходит. Ну, он был одет так достаточно дорого. Я понимаю, почему его захотел вора парамань. И, как я поняла, у него кошелек прям порчал. Да, и полицейские пытались еще минуту где-то объяснить азиату, что произошло. Он такой, типа, что? Что это? Мой кошелек? Они сказали, yes, your wallet, he stole it. На очень смешном английском. И они, кстати, не отдали ему кошелек. Они сказали, что, типа, вам надо будет написать заяву, чтобы ему отдали кошелек. Как я поняла. Окей. Либо отдали, но, короче, они все вместе вышли на основу. А, они надели наручники на этого чела. Прям, он достал наручники из кармана. Ребята, полицейские среди нас. Смотрите наручники. У него, кстати, был этот жутон полицейского. Он показал вот этому азиату, когда... С детского мира? Что? С детского мира? Нет, да. Но выглядело это прям максимально эпично. Не знаю, съемка фильма. Что-то не снимала. Я полицейский. Я была в шоке от того, что происходит. Вес меня немного толкнули, и как-то... Ой. Все, метра сломалась. Все, 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 что происходит. Сейчас что-то произойдет. Мы сейчас, кстати, будем проезжать через пару остановок в сторону, там, где Инвер остановка или Барбес, там постоянно прям водители метро, водители поезда постоянно говорят, типа, аккуратно, карманники, либо они пускают такую уже запись, где говорят аккуратно, карманники. Очень много здесь, рядом с Манмартром, ну, собственно, ты помнишь, как там, на самом Манмартре, насколько там дом в карманник, они прям очевидные. Они, на самом деле, все, мне кажется, примерно одного типа жалуют, и мужчина, который был украдут шелёвку, ему, кстати, было лет... Он был в спортивном костюме? Знаешь, нет, он был не молодой даже, ему было лет 45, за 40. Журес. Такой седой, говорит, что он национальный. Кус. Нет, это все может быть. Вот такой, неочевидный. По-моему, заходим всех. Мне очень нравится, на самом деле, на этой улице, я тут тоже здесь открытое место. Я открываю на этот форшап мест, он все, ползил. Ползил. Все равно, наверное. Сталинград. 18-го. Как вы думали, где еще район могут... Не знаю, как сказать, не район, а... Короче, местность могут назвать Сталинград. Явно не в самом лучшем районе. Вот основанка Сталинграда. Один из первых раз, когда я сама им нагуляла в Париже, давно очень было, я увидела детскую площадку, она называлась Сталинград. Я подумала, это так странно. Я тут посмонировался, что кошелек не вытащил. Ага, да, точно. Вот видишь, ты сам точно сталкивался с этим. Возле школы Монтеле, ну там именитая, отличная местность, здесь возле школы, там, где продают п***ки и какие-то скриповые чуваки. Я там видела парня с пистолетом. И однажды меня пытались телефон выкрутить. Короче, я шла, вот так его держала. Ну, как всегда, я всегда в руках телефон держу. Я тут попытался его выкрутить. Лампу разговаривали, мне кажется, можно заканчивать. А туда мы едем. Ну, короче, собирались поехать в Фонтанбло. Это замок, где жили короли. Точнее, это вообще город, где есть замок, где жили короли. И там лес есть. Там, короче, очень красиво. Я там была один раз. Ну, не знаю, просто очень красиво. Болтежно. Короче, мы идем в шлюхсман. Да, но потом я узнала, что надо ехать туда на поезде. Прямо на поезде, не просто на метро. И туда ехать час уже было достаточно поздно. Мы подумали, что мы туда не поедем. Короче, едем в другой лес. Самый известный Булонский лес. Мы там никогда не были, мы были только рядом. По-моему, это в 16-м районе все еще Булонский. Он известный тем, что там много конститутов. Мы не идем смотреть на конститут. Идем. И трансвестит. Ну, Женю Эванс там встретил. Женечка, привет. Обожаю твои видео смотреть. Ну, я, кстати, смотрю каждое видео. Ладно, я смотрю каждое видео между прочим. Такая разница, что это видео не бывает, что смотрю с ним. Ладно, это... Слепой, да. Живодерский бурядец. Выгуливает и катается на берегах. Блин, мне кажется, собака не хочет. Буна за мной. У вас собаке надо бегать, потому что у нее проблемы с местами. А если ты видишь каких-то странных людей, которые в середине леса стоят, то не обращай на них внимания. Там дорога? Там одно дерево уже цветет. Не нравится, как тут все бегуны в шортах и гуны в пальце? Ну, мы с тобой не бегуны просто. В любом городе делать нечего зимой. Я как комментатор с YouTube. А что ты снимаешь? Я снимаю, потому что надо как-то... Нет, ну это дизлайки отписывай. Нет, подожди, надо как-то жить. Надо как-то жить, существовать зимой тоже, понимаешь? Что-то цветет, считай, сейчас уже весна. Я пытался достать цветащик на них. Люди в земле ковыряются, ты видишь? Я не могу их снять, потому что они очень далеко. Они будут закапывать. Нет, я не осуждаю. Короче, там. Они будут... Там собака. Там собака, все нормально. Мне показалось, что они закапывали ее. А мне еще говорят, что я трус. Я не трусиха, я что-то тоже боюсь. Знаешь, если я не ошибаюсь, кстати, у книжки у Ремарка... Собака, Влади, да, они закапывают рук, девочки. Я не говорю, что они закапывают рук. Я думаю, что они грибы, может, ищу. Да, галюцогенные. По-моему, в книжке Триумфальная арка, Ремарка, в конце... Ой, нет, это будет спойлер. А ты читал? Я читал книжки. А, ну ладно. Да, по-моему, в конце он закапывал рук. Триумфальную арку я читал. Да, по-моему, в конце он закапывал труп в Волонском лесу. Мне кажется. То есть там, где мы сейчас. Я думаю, что. Мы в историческом месте. Рядом, кстати, сама Триумфальная арка. Я думаю, здесь труп закапывали... Много. Раньше, дохуя раз. Сейчас, наверное, не очень много. Ну, не знаю, сейчас все-таки много собак. Да, много собак, блядь. Хуя, он красивый, посмотрю. Ну, красивый. Да, я снимал его отомнице. Вы можете наблюдать, как животные по имени Натус завязывают шнурки Для своих красных макасимов. Ты Наруто? Извини, это не влог аномали. Блин. Я бы хотела влог аномали снимать. Да, надо было делать еще вот так. Понятно. Ой, бля, реально? Да, я сечела. Мне просто не нравится это такое. Там шашлык по-моему замариналом из человеческого. Там не только это было. Что там еще? Я не знаю. А, это нельзя говорить на YouTube, боже мой. Я не знаю. Я не знаю. Будто у меня и так монетизация есть. А, ну вот, мы видим, кстати, самых черных. Только по-русски лучше не говорить. После того, как я увидела здесь русских людей. Я не думала, что действительно мы кого-то встретим. Сейчас, я надеюсь, будет видно на заднем плане женщину, которая продает печенье. Я знаю, я могла предположить, что это так. Да, но я не думала, что мы реально встретим представительниц данной профессии. Вот так вот, рандомно в лесу. Там красивые розовые цветочки. Велики едут. По-моему, это дорога для великов теперь у меня. Стой. О, да, действительно. Ты что, не ржа? Не видишь? I see. Как сказал бы Илья Варламов, как бы дорога для велосипедистов намного лучше дороги для людей. О, оцените уровень для велосипедистов. Мы вынуждены здесь. И уровень для людей. Вы поняли. Самый центр города. Шок, сенсация. Это Эйфелевая башня. Да, вам все врут. На самом деле, Эйфелевую башню снесли еще во время Второй мировой. Мы были только что в Старбайксе. Ну, как только что? Мы не 40. Неужели мы реально 40 минут ехали? Мне даже не верится. Это коронавирус. Он поснимает все, пакет. Мы идем в ресторан. В ресторан. Ага. Мы уже успели побывать в Старбайксе. Чисто отдохнуть после леса. Особо там ничего не снимаем, потому что, по сути, мы просто гуляли, поэтому лес. Там ничего не происходило. Попоткались с деревьями. Мы идем в ресторан, который специализируется на трюфелях. Потому что мы богаты ребята. Будем сейчас трюфелях уже с сыром, вино взбивать. Нет, на самом деле, мы давно хотели туда пойти. Там не настолько дорого. Достаточно ценностно. Мы будем водой запивать. Мы будем водой запивать. 24 елта стоят с человека. Ну, все с ними, естественно. Называется Артезан. Подожди. Артезан до ля Туфеля, как-то так. Ага. Я еще напишу название, потому что мы это еще не вводим. В любом случае. Ресторан Рома случайно нашел. У меня была реклама. На инстаграме, да, была реклама. И, не знаю, нам понравились фотографии, как там сыр с трюфелями макают всякое. По стилю как-то типа раклета. Ну, по сути. Ну, как это не раклета, а там мандах. Это другой сыр. Мне кажется, сыр, по-моему, ближе к камамберу какому-то. Что-то такое. Короче, он с с трюфелями запекается. И вам приносят всякую картошку. Мы это снимем. Но приносят всякую картошку, ветчину. И вы все это макаете в сыр. Что мы не поняли. Единственное в этом ресторане. Это то, что стоит, значит, 24 евро с человека. Но блюдо на двоих. Типа, это странно. Либо они так сделали. Возможно, цена. Не знаю. Ну, ты понимаешь, о чем я. Ну, типа, чтобы стоило не... Сколько это получается? 24 плюс 24? 48? Right. Короче, чтобы стоило не так дорого. То есть, кажется, будто ты такой смотришь 24. Ну, нормально. А потом узнаешь, что это с человека, а блюдо как бы на двоих изначально. Мы пришли. Пришли очень весело. И там, там, мужчина стоит на входе. Ааа, Рома и стесняется снимать, посмотреть. Не у оператора-то от блога просто. Короче, да, мы пришли в этот мест. Я попытаюсь внутри что-нибудь снять. Вон там. Все. Ну, я не знаю, что мне ничего сказать. Я боюсь, что заходить. Два часа позже. Серьезно, так? Да. Перебивайся. Майом. Ну, давай, сразу же картошки. Морто. Слишком сексуально. Да, есть такое напряжение. Чувствую. Вкусно? Вот, все, я пошла кушать. Заебина. В общем, мы уже дома. Китя. Вы можете заметить. Размарила на нас. Нам поделиться впечатлениями о ресторане. Как бы... Ну, мне все понравилось. Еда была отличная, согласись. Короче, мы принесли вот этот сыр. Ну, сам он по себе не какой-то ярким вкусом не обладает, но... Очень-очень трюфельный вкус. Еды очень много. Вот этой ячины прям очень много. Не знаю, мне понравилось. Ну, дорого как-то получилось. Ну, получилось как в нормальном ресторане. Ну, с другой стороны, трюфель, а, типа... Они дешевые не бывают. Рома не согласится, но мне не очень понравился сервис такой. Немного будто грубый. Там была девушка, вот эта вот, она... Не знаю, наверное, может, менеджер или типа того. Мы когда пришли, она просто так нас посмотрела, типа... Вы туда зашли? Это был ларек, а он следующий вход. Ну, я такая, типа, да, у нас резервация, бла-бла-бла. Она такая, а, идем. Ну, Натали, идем. Похвалили мои ботинки, да. Сказали, что другому челу, который там работает, не нравятся такие ботинки, но у него почти такие же, и ей нравятся. Класс. Да, ну, какой-то был такой сервис, будто мы, короче, знаем этих людей уже, там, год или больше. Такое, типа... Знакомые. Чё, я не говорю, что кто-то должен, там, не знаю, мне красную дорожку присылать, ничего такого. Просто как-то, если бы они были чуть более улыбчивые... Ну, во Франции невозможно достичь улыбки у сервиса хоть кого-то, у официанта. Ну, ладно, сойдет. Я, я, как бы, мне не испортило этот вечер. Ну, чуть-чуть больше доброты было бы чуть-чуть лучше. Я не какая-то богатая, но не какая-то прям супер бедная. Мы можем, там, сходить в какое-то место или зайти в какой-то магазин, например, с моей мамой. Я, конечно, ничего покупать в этом дорогом магазине не буду, но не надо на меня так смотреть. Буду, типа, ёл, чё ты, бомжиха, пришла сюда, иди, закупай в Monoprix Beauty косметику. Мне нравится, как она аутентично про все это говорит, а на фоне разъебанная кухня. Какая разъебанная кухня? Я уберу посуду, боже. Я не про грязь. А, ну, блин, кухня такая есть. Так, а что, я-то твой человек, что ли, со мной как-то получается плохо. Ребят, спасибо всем за просмотр, за все. Я еще не знаю, как я это все смонтировала. Надеюсь, вам понравилось. Боже, это какой-то пошлый, меня будто, короче, потом для другого канала будет видео. Да, все, подписывайтесь на канал, еще раз говорю. Ставьте лайки, значит. Как минимум за Эбби можно лайк поставить, сейчас мы ее. Предлагаю тебе хлопнуть в конце, чтобы заканчиваться кадром. Чтобы заканчиваться кадром? Ну, хлоп, знаешь, типа хлопают люди и... А я просто люблю в конце вставлять, как я разговариваю ни о чем. Хлопаем. Ты снимаешь? Ты снимаешь? Ты снимаешь? О, ееееееееес, о, ееееееееп. Неее. Хлопай над. А. А? Продолжение следует...